Столица, 5 минут 12-го. Доброе спортивное утро всем, кто предпочитает его проводить, наверное, занимаясь или физкультурой, или спортом, или просто слушая и, в общем, принимая участие в нашей беседе. Действительно, 99,6. У нас работает телефон студии 6510996, код города 495. Вы можете оставлять свои комментарии, задавать вопросы на сайте Финам.фм. Страничка программы на своем поле тоже, собственно, в вашем распоряжении. Ну, наверное, ни для кого не секрет, для любителей легкой атлетики в особенности, что у нас 10 августа стартует чемпионат мира. И действительно, можно будет увидеть тех, кто лучший в мире в любой дисциплине, от беговой до технической. Можно будет и по телевизору поглядеть, можно будет прийти на стадион. Но тем, кто, к сожалению, не достиг профессиональных высот. Тоже хочется бегать, тоже хочется проявлять свое спортивное мастерство, тоже хочется достигать высоких результатов. И вот, собственно, для тех, кто легкую атлетику не сделал своей профессиональной деятельностью, но все равно ее любит и почитает как королеву спорта, я так понимаю, будет отличный шанс проявить себя на легкоатлетической дорожке на полумарафоне под названием «Осенний гром». И, соответственно, сегодня в гостях у нас люди, которые, а, являются организаторами, и, б, являются участниками этого полумарафона. Я приветствую Михаила Громова. Михаил, доброе утро вам. Это учредитель марафона «Осенний гром». Ну, в общем, наверное, по фамилии было бы понятно, что, наверное, так и надо было называть и Виктор Житков. Во-первых, он участник пробега. Виктор, правильно? В первую очередь. А потом уже председатель правления Инвестиционного банка Веста. Или вам наоборот? Вы сейчас выступаете в другой ракурсе, в другой роли. Доброе утро. Я иногда путаюсь, когда спрашивают о моем занятии, чем вы больше занимаетесь, бизнесом или спортом. Потому что, честно говоря, эти две вещи настолько сильно переплелись, потому что они настолько похожи и грани такие зыбкие, что, скорее всего, спорт перетекает в бизнес или бизнес перетекает в спорт. Конечно, очень большое влияние один аспект оказывает на другой. И, честно говоря, я вот четко бы не ответил, что больше, я бизнесмен или спортсмен-любитель. Ну, я расскажу маленькую тайну. Только гости зашли и сказали, знаете, мы только с тренировки, мы вот только с пробега. У нас еще, в общем, футболки-то, собственно, не совсем еще высохли после тренировочных занятий. Вы, я так понимаю, действительно совмещаете все сразу. Михаил, вы как участник, и у вас еще, наверное, и организаторские на вас заботы легли на ваши плечи в связи с этим полумарафоном. Да, действительно, я принимаю участие во многих мероприятиях спортивных. Это эпические мероприятия, в основном марафоны, велосипедные многодневки и триатлоны. То есть, когда становится скучно бегать, надо как-то... Надо еще поплавать и на велосипедах усесться. На велосипед выкрутить. Вот, поэтому езжу по миру, смотрю, как в разных странах это проводится, сколько людей собирает. И как организатору мне охота, чтобы что-то подобное появилось в России. И, в общем-то, собираем опыт и пытаемся применить его здесь, вот, для наших людей. Смотрите, Михаил, я, честно говоря, поизучала ваш сайт и поняла, что у вас есть чем гордиться. Я смотрю прежде всего по количеству участников. Насколько я понимаю, полумарафон, вот под названием «Осенний гром», впервые был проведен в 2010 году. И тогда участников было всего около 150 человек. Если мы посмотрим на заявку 2012 года, то это уже практически полсотни. В этом году, я думаю, будет еще больше. Вот, собственно, для вас самое главное – массовость или для вас важно, чтобы действительно принимали участие те, кто, ну, по разным причинам на чемпионат мира по легкой атлетике профессионально не попадает, но хочет бегать и бежать? На самом деле, количество, оно напрямую связано с качеством. То есть, люди приходят и создают массовость только тогда, когда они видят, что они нужны организаторам. Вот, и это самая главная идея. То есть, на самом деле, вот в 2010 году мы хотели организовать не полумарафон, а триатлон. В рамках Москвы? Да, в Москве мы хотели организовать триатлон, но на самом деле там очень много нюансов в триатлоне. И в организации организовать триатлон сложнее. Поэтому мы решили набить руку на мероприятиях попроще и организовать бег. Ну, беговой старт, который был бы для обычных людей, который был бы не для профессиональных спортсменов, которых показывают по телевизору. Вот, и самое важное, какие цели мы преследовали, чтобы люди хотели вернуться к нам на соревнования. Но, судя по тому, количество людей, которые пребывают с каждым годом, они не только возвращаются, но и с собой там приводят. Да, действительно, у нас очень большой возврат участников. Количество участников растет из года в год, удваивается. То есть, может быть, у нас серия весной и осенью. У вас осенний гром и весенний гром. И получается так, что осенью у нас обычно два раза больше участников, чем весной. Это вообще история же очень позитивная, когда человек, по сути дела, делает то, что ему не свойственно, страдает, преодолевает себя. Вы имеете в виду марафон? Марафон. Понимаете, в чем дело? Здесь, если оценивать какие-то временные характеристики или дистанцию, то нельзя сказать, что она сложная или не сложная. Все зависит от того, какой человек ее преодолевает. Потому что человек избыточный вес, для него и 10 километров прибежать, наверное, сложнее, чем опытному марафонцу прибежать дистанцию. Ну, просто по отношению усилий, которые необходимо этому человеку сделать. Поэтому, финишировав, у него есть четкое желание рассказать всему миру о том, что он совершил. Это работает безотказно. Окружение начинает заражаться, начинает интересоваться, почему, почему как ты пришел, как это сделать. И поэтому нет лучшего продавца, чем тот, кто купил. И поэтому рост участников, он происходит лавинообразно, потому что каждый, наверное, заражает трех-четырех. Ну, кто-то сходит с дистанции, но большинство начинает тренироваться, потому что это нельзя подделать. Эта радость действительно искренне. Человек начинает делиться своими ощущениями, он начинает рассказывать, как он изменил. Потому что это не просто старт, это не просто какой-то вот финишный протокол. Меняется взгляд на жизнь, меняется свое отношение к тому, что происходит в настоящий момент. Мы все время стараемся работать для того, чтобы где-то в понедельник, в конце года. Потом мы заживем, потом мы будем наслаждаться тем, что мы, того, что мы добились, заработали каких-то денег. И вот тогда-то мы будем жить на полную катушку. Время идет, эта жизнь не наступает. И возникают проблемы внутреннего характера, которые накапливаются, и человек понимает, что это какая-то сказка нереализуемая. А тут совсем другая история. Вы сейчас про себя рассказываете, Виктор, насколько я понимаю. Вы пришли первый раз, и за вами пришла вся ваша контора и ваши все товарищи, которые, послушав прекрасное, наверняка, впечатление, когда вы поделились про полумарафон, сказали, я тоже с вами хочу. Так было? Вы знаете, я не провожу статистику, какое количество людей стало вовлекаться различными видами спорта благодаря моему примеру. Я думаю, что много, но я специально ничего не делаю. Я просто рассказываю, делюсь впечатлениями, я показываю там свою фотографию, потому что я лет 15 назад весил 113 килограмм. Ой, я сейчас скажу для тех, кто не видит нашу трансляцию, у нас, кстати, есть тоже такая возможность, что Виктор чрезвычайно подтянутый, обаятельный молодой человек, у которого, в общем, не то что лишних килограмм, мне кажется, вот даже и близко все к идеалу. Но вот собственный пример, когда ты можешь там сколько угодно теоретизировать и говорить, что здорово, ощущения хорошие, я там стал здоров, я стал чувствовать себя прекрасно, они, конечно, не работают, если это не видно наглядно. Поэтому человек, кто вступил на этот путь, он решает очень многие проблемы, которые он не мог решить раньше. Нельзя похудеть, понимаете, вот идея похудания ради того, чтобы быть здоровым, она, вот на мой взгляд, не работает, потому что это люди должны быть какие-то мега целеустремленные с железной силой воли, вот ходить в зал просто для того, чтобы похудеть. Всегда есть какая-то причина отказаться, есть стресс, вот на работе проблемы, там, какие-то еще, машина не завелась, я не знаю, ну, заедается это все и так далее. А когда ты готовишься к полумарафону, у тебя цель только готовиться к полумарафону, и ты худеешь, и ты не замечаешь, просто не замечаешь, что ты... И потом приходишь в такую шикарную форму, в которой вы сейчас находитесь. Секреты не только профессионального, наверное, мастерства легкоатлетического, но и вот такого прекрасного физического состояния, я думаю, наши гости еще откроют, впереди у нас еще достаточно времени. Вы можете сами задавать вопросы, уважаемые слушатели, телефон работает, сайт тоже в вашем распоряжении. Мы вернемся в студию буквально через пару минут. Возвращаемся в студию, сегодня говорим о том, как привести себя в форму и при этом действительно заниматься любимым делом. У нас сегодня в гостях участники полумарафона московского «Осенний гром». Он стартует, если я не ошибаюсь, 4 августа в Лужниках, правильно? И в гостях у нас сегодня Михаил Громов, учредитель этого марафона, и Виктор Житков, участник пробега, а также председатель правления Инвестиционного банка Веста. Миш, давайте вернемся немного к нынешнему марафону. Что предполагается в этом году? Какое количество участников вы ждете? Можно ли еще зарегистрироваться? Куда нужно идти? По какой трассе будет пролегать ваш маршрут? В общем, все-все, что касается организации. В этом году мы уже проводили «Весенний гром». Он собрал 2000 человек. Мы закрыли регистрацию заранее. Причем закрыли мы ее по достижению лимита. Все вот эти организационные моменты мы тоже берем с лучших европейских стартов. Дело в том, что при организации очень многое нужно учитывать. Нужно точно знать, сколько людей у тебя будет присутствовать на мероприятии для того, чтобы спланировать стартовые комплекты, багажные камеры, место для переодевания. Для того, чтобы каждому участнику было комфортно, чтобы это не было толчи и суеты. Сервис, количество воды, все это нужно знать. Поэтому для того, чтобы подготовиться серьезно, необходимо выставлять для себя какие-то рамки и рассказывать людям о том, что у нас есть мероприятие, вы можете зарегистрироваться, но нужно время для того, чтобы предоставить вам сервис. Поэтому мы делаем лимит участников. На данный момент он 4000 человек. То есть 2000 в прошлом году, теперь уже 4? В этом году 2000 весной. 4000 на августовское мероприятие. Потому что весной были люди, которые хотели бежать, но не смогли зарегистрироваться. Потому что мы закрыли регистрацию. А потому что Виктор приходил и своим прекрасным видом говорил, ребята, бегайте, а уже регистрация закрыта. Поэтому мы ожидаем более 2000 человек. На данный момент подтвердило свое желание участвовать около 1800 человек. То есть это уже люди, которые созрели, которые зарегистрировались. Миш, а скажите мне, пожалуйста, вот я первый раз хочу пробежать этот полумарафон. Вы как-то меня проверяете, смогу ли я выдержать 21 километр? Или это только на моей совести? Да, действительно, мы организовываем допуск на мероприятие, если участник предоставляет какое-то подтверждение своей физической готовности. Подтверждение — это справка от терапевта о том, что у человека нет противопоказаний для занятий спортом. Это базовая проверка. Ну и еще люди, они тоже должны нести ответственность за себя. Сопоставлять силы со своими возможностями, конечно. Да, и, конечно, мы берем еще такую расписочку о том, что человек несет сам за себя ответственность. Где будет проходить трасса? Куда вы ее решили проложить в этом сезоне? В этом сезоне трасса проходит по набережным со стартом в Лужниках. Вернее, там чемпионат мира проходит. Нам выделили место рядом с Лужниками. Это вот от метро «Спортивный», когда идешь в сторону главного входа. Вот там будет место старта. Приобщиться к профессиональным легкоатлетам можно хотя бы одной пяткой почувствовать. Там место старта, место финиша. 8 километров по набережным с разворотом и обратно. Там еще маленький кружечек, чтобы была ровная дистанция. В программе 21 километр, 10 километров и детский забег. Детский забег — это то, что самое важное. Для вас, да? Смотрите, если я не ошибаюсь, то деток вы допускаете от самого маленького. У вас, по-моему, от трех лет. Да, да, да. У нас наоборот даже есть какие-то ограничения по деткам, потому что детки у нас считаются от трех до двенадцати лет. Дети — это наше будущее, и поэтому этот забег мы позиционируем как такой фановый. Его можно бежать там. Детки могут, 12-летние детки, конечно, сами бегут, а трехлетние бегут за ручку. То есть это очень хорошая такая традиция. Люди, которые приходят побегать сами, то есть пробежать наш полумарафон, они приводят своих детей, приводят мам. То есть мамы контролируют детей, пока папа бегает, смотрят на происходящее. Ну и тоже нам очень приятно, когда там вся семья за ручки бежит один километр. А, то есть у вас не 21 километр полумарафон, дети не бегут. Нет, для детей, да, отдельная такая фановая дистанция. Она проходит до... То есть любой участник, который хочет участвовать в серьезной дистанции, он может пробежать со своим ребенком, сделать такую маленькую разминочку. Прекрасно. Я, кстати, наблюдал очень большое количество детских стартов. Дети, они самые искренние поклонники этого вида спорта, потому что они отдают полностью себя этой дистанции, не жалеют абсолютно, соревнуются в любой ситуации. И маму еще за собой тянут, если мама вдруг там отстает. Да, потом на целый день, даже неделю истории, в садик отводится медаль, рассказывается. Мы им даем всем памятные, дарки, маечки мы готовим. Но это правильная история, потому что это событие получается не просто некая отсечка времени от старта до финиша. Это история и воспитания. Это история приведения культуры заниматься спортом. Потому что проблема в том, что это должно быть естественным. Это должно быть естественным. И человек, когда задают ему вопрос, ты чем занимаешься, он четко ответит 3-4 вида спорта, которыми он увлекается, чем-то более серьезно, чем-то менее серьезно. Но, на мой взгляд, это нормально. А когда мы спрашиваем друг друга, и возникает немая пауза, и человек начинает перебирать, когда последний раз вставал на лыжи или что-то делал такое активное, держал кроме ручки и ложки в руках. Нет, еще можно пульт от PSP, например, держать. Это вот любимый, мне кажется, сейчас вид спорта компьютерные игры. И дети, которые поучаствовали в этих стартах, они ждут, они спрашивают, когда следующий. И получается очень такое гармоничное отношение к этому в семье, потому что все-таки тренировки, они отнимают время у семьи и близкие, они должны чувствовать вот эту обратную связь, эту радость, эту гордость за члена семьи, за папу, за маму, кто бежит, и оказывать ему поддержку. Потому что если ты сам закуклился в своем собственном интересе и не выдаешь вот этот эндорфин внутрь семьи, то получается, что это занятие, оно такое однобокое. А этого не должно происходить. Потому что все-таки, вот я тренируюсь 10 часов в неделю, и я понимаю, что не должно быть чрезмерного испытания. Для вашей семьи. Терпения, да, потому что должна быть гармония. У вас такая семейная история, я так понимаю, должна быть на полумарафоне в первую очередь. То есть когда не в пику тем родителям, которые против, или тем детям, которые хотят родителей в выходные рядом с собой, а именно, чтобы все вместе, чтобы пришли, чтобы поучаствовали, чтобы это было действительно семейным праздником. У вас такая цель? Там происходит эволюция. То есть те мамы и дети, которые приходят первый раз, они потом уже думают, что они будут делать в следующий раз. То есть они пробегают, потом уже они общаются с теми мамами, с которыми познакомились на предыдущем старте, они уже приносят плакаты болений, они уже организуют фановые зоны. Вот им уже интересно, они уже знают, кто за кем бежит, они отсекают время, говорят, там, перед Мишей 15 секунд, за тобой то-то, там динамика поменялась. Какая у вас легкоатлетическая там настоящая борьба и трасса. Да, это эволюция. То есть первый раз человек пробегает 5 километров, он горд, что он пробежал. Второй раз он пробегает 5 километров, он уже смотрит время, за которое пробежал. Третий раз он уже думает так, я бежал за этим спортсменом, помню его синюю футболку на финише, и я должен его обогнать, у нас силы равны. Вот эта атмосфера, она создается, и получается очень интересно. То есть сначала человек преодолевает, потом он уже включается. И люди, которые приходят, они тоже участники этого процесса. Миш, насколько я знаю, что у вас есть не только детские забеги, но и корпоративные. Корпоративные, да, есть. Наверное, Виктор, это больше ваша тема, да? Ну, я не активно так насаждаю спорт в своем банке, потому что я все-таки считаю, что это выбор каждого. И неправильно, если у нас руководитель любит теннис, значит, все должны срочно бежать покупать. Ну, в общем, да, знакомая история. Вот поэтому я помогаю тем, кто интересуется очень живо, спрашивают, как начать увлекаться триатлоном. Я все-таки в большей степени увлекаюсь триатлоном, чем забегами. Забеги — это тоже... Это одна треть от вашего увлечения. Да, наверное, так. Вот, и поэтому у меня нет четкого желания обязать всех купить кроссовки и выйти на старт. Это получается естественным образом, потому что люди видят четкие плюсы. Занятие спортом — это снижение, это повышение стрессоустойчивости, это постоянный эндорфин, это возможность анализировать свою работу, когда ты бежишь, ты очень много времени думаешь о том, о стратегии, например, я очень много думал. У меня очень много решений приходит именно... О стратегии бега или о стратегии непосредственно вашего работы? Безусловно, бизнеса, потому что это тоже очень важная часть моей жизни. Мне приходится заниматься операционным менеджментом, мне приходится заниматься работой с людьми. И вот выстраивать эту стратегию помогает как раз длительные нагрузки, когда ты бегаешь по два часа, три часа в день. А для ваших коллег, наверное, это еще и плюс — возможность пообщаться с шефом в нерабочей атмосфере. Вы знаете, я считаю, что триатлон — это такой индивидуальный вид спорта, потому что из-за того, что очень много времени тратится на тренировки, приходится все время заниматься таким очень жестким тайм-менеджментом. Я вот, например, забыл, я, наверное, уже года два вообще не смотрю телевизор, в принципе. То есть все новости я черпаю из интернета. У меня просто нет времени для этого. Я встаю рано утром, в 6.30, в 7 я занимаюсь какой-то там, какая-то тренировка, либо бассейн, либо велосипед, либо бег, и полдевятого я отвожу детей в садик и в школу и иду на работу. Соответственно, либо это происходит вечером, поэтому вот так вот собраться с друзьями и сказать, давайте побежим. Но что приятно, если 6 лет назад я бегал в Лужниках утром, я бегал практически один. Вот у нас есть там 4-5 человек, которые до сих пор, я их не знаю, но я визуально очень хорошо запомнил. — Мы же можно здороваться. — Нет, мы здороваемся. Это, кстати, очень хорошая культура, когда ты встречаешь навстречу бегущего человека, обязательно, обязательно приветствуешь. Поэтому вот сегодня большое количество людей бегает. — Теперь вам уже тесно в Лужниках, теперь вам уже нужно расширить их. — Это хорошее ощущение, чувство локтя. — Коллеги есть уже с вами те, которые вместе работают и в банке? — Да, коллеги бегают, увлекаются, но небольшое количество. Но я думаю, что их число будет расти. — Особенно после сегодняшней программы. Вернемся через две минуты. — Сегодня с удовольствием говорим о том, как спорт помогает удачно, наверное, проявлять себя в бизнесе и как бизнес помогает спорту. О том, как превращаются соревнования в праздник и о том, как почувствовать себя настоящим спортсменом, даже если ты таковым не являешься. Говорим о четвертом московском полумарафоне «Осенний гром». Сегодня у нас в гостях его основатель Михаил Громов и Виктор Житков, участник пробега будущего и председатель правления заодно инвестиционного банка «Веста». Виктор, вам для чего нужен спорт, помимо того, что вы можете во время полумарафона или во время занятий триатлоном продумать стратегию бизнеса? Помимо того, что вы худеете, что еще вы от этого берете? — У меня очень много положительных моментов, которые я извлекаю из спорта. Вот помимо меркантильных хорошо выглядеть и чувствовать себя здоровым, я действительно за последние шесть лет забыл, что такое какие-то там отдышки, какие-то сложности с какими-то органами, но есть, безусловно, еще часть, которая помогает мне формировать некий стиль жизни, что ли, потому что спорт — это не просто какие-то временные показатели. Спорт позволяет тебе почувствовать уверенность в том, что нужно только приложить усилия, и те цели, которые ты ставишь, они обязательно будут выполнены. Вот в бизнесе то же самое. Если ты не веришь в то, что ты способен это сделать, если ты не знаешь алгоритмов, как этого достичь, если ты не упорен, если ты не умеешь принять некий риск, то тогда у тебя ничего не получится. И поэтому спорт позволяет взглянуть на себя немножко со стороны, он дает уверенность людям фантастическую, особенно если это что-то такое запредельное, хотя легко выполнимое. Вот есть такая дистанция — ронмен, это когда очень долго ты плывешь, потом едешь на велосипеде, и в конце бежишь в марафон. Вот те люди, которые ее закончили, они, ну, наверное, статистики такой официальной нету, хотя я видел исследование голландцев о том, что тот, кто приезжал марафон, его зарплата повышается на 6, по-моему, процентов, просто потому что у него в глазах есть некая уверенность. Он приходит к своему руководителю и говорит, я могу. Я вынослив, я могу ставить перед собой цель. Нет, у него просто в глазах написано, что он может. Он может сделать что-то, что неподвластно, невозможно сделать 95 или 97% населения Земли. Поэтому эта уверенность, ее никуда не скрыть. Она внутри вас, вы просто излучаете ее. И поэтому, наверное, вот эта история, когда люди, окружающие человека, сделавшего эту дистанцию, они начинают тоже исподоблю бегать, заниматься, думать об этом. Просто одна мысль о том, что, а может, не попробовать, дает уже тебе некое преимущество, потому что ты начинаешь вставать на этот путь самосовершенствования. И очень мало вещей вот таких вот в жизни, когда ты можешь собой гордиться. Если у тебя нет талантов природных, если ты не умеешь сочинять стихи, или что-то делать экстраординарное, то по большому счету ты можешь сказать, я такой вот как все, да, средний. Но вот эти лежащие вроде бы на поверхности какие-то выходы, которые позволяют тебе сказать, попробуй, они очень сильно помогают человеку решать массу каких-то проблем, которые вот накопились за определенные промежутки. Кстати, я позволю такую ремарку себе. Спорт вот этот длительный, циклический, который увлекает людей, он приходит, вот вкус к нему приходит с возрастом. Ну, в общем, наверное, сложно себе представить 18-летнего юношу, который может себе позволить вот эту Ironman-дистанцию. Это именно как раз и ментально нужно созреть, нужно быть готовыми к тому, что это не путь короткий, не месяц, не два, это год, это минимум год работы над собой. И ты, еще не пройдя эту дистанцию, ты уже изменился. Вот я поэтому получаю от этого колоссальное удовольствие, не хочу менять этот образ жизни, не хочу говорить, что вот эта цель. Когда меня спрашивают, ну что, ты достиг своей цели? Я говорю, ребята, у меня теперь цель жить этой жизнью. Жить этой жизнью, она, мне кажется, полноценной, красивой, яркой. Мне кажется, вы получаете от этого большое удовольствие, судя по тому, как вы об этом рассказываете. Абсолютно верно. И я об этом могу говорить долго, часами. Тогда давайте спросим у Миши, насколько сейчас эта тенденция, когда люди заняты очень плотно в сфере бизнеса, в сфере трейдинга, когда они, ну то, что называется белыми воротничками, вдруг находят время и с удовольствием занимаются спортом. Кто что выбирает, и легкую атлетику, кто-то там занимается фитнесом, пилатесом, боксом, всем чем угодно. Но вот эта тенденция есть. Вы, как человек спортивный, наверное, это тоже, в общем, хорошо видите на собственных марафонах. Тут сказать так, что все завязано на бизнес будет неправильно. Я думаю, что это действительно связано с внутренним ощущением человека. Да, конечно, людей, которые успешны в бизнесе и которые хотят что-то преодолеть, их, наверное, вот сейчас становится больше. Потому что это люди изначально с таким ментальным, с ментальными способностями, которые способны терпеть что-то долгое время, не видеть результата и в конце что-то получить. Вот это очень сложно. И они делают это в бизнесе. И сейчас, наверное, вот тот момент вообще у нас в России, потому что на Западе это очень развито, это повсеместно, когда люди, им становится скотчно. То есть, наверное, приведу такой пример, что в моей жизни я сплю, я работаю и я еще что-то делаю. Это что-то делаю, это может быть, не знаю, может быть какое-то развлечение, а может быть работа над собой. И наступает какой-то определенный момент, когда ты тоже должен думать о здоровье. У нас всего 24 часа в сутки. И мы должны, как Виктор сказал, делать тайм-менеджмент. И думаешь, чем мне заняться? И что для меня интересно? Ты пробуешь вот это длительное преодоление и понимаешь, что убиваешь, наверное, двух зайцев. Ты становишься внутренне сильнее. Это, наверное, самое главное. У тебя появляется уверенность. Здоровье приходит. Избавляешься от тех привычек. Это как-то просто побочная такая. Получается так, что ты нашел себе хобби, которое тебе еще и вытягивает определенным образом на какой-то новый уровень. В том числе по здоровью, по каким-то приобретению психологической устойчивости, стрессовой устойчивости. Вот это все вкупе ты получаешь как подарок. Вот смотрите, для человека, который вдруг, по примеру Виктора, решил участвовать в полумарафоне, вы как-то помогаете? Потому как прийти из кондочка, пробежая 21 километр, невозможно. И мы с вами об этом говорили. И Виктор мои слова обязательно подтвердит. Вот как это происходит, когда человек впервые приходит на старт? Когда он достаточно длительную часть своей жизни проводит за серьезными и нужными занятиями? Когда у него в основном сидячий образ жизни? И тут он вдохновился, он хочет. Что ему нужно делать? Мы с Виктором знаем, как это происходит, потому что мы этот путь прошли. То есть я и Виктор, мы закончили дистанцию РНС, поэтому эту эволюцию от начала помним. На самом деле очень сложно представить в голове цифры 42 километра, 21 километра. Я помню свой первый полумарафон. Я стоял и смотрел на эту арку и думал, хотя я уже был подготовленным атлетом, я пробегал сравнительные дистанцию на тренировку, но все равно это было очень психологически сложно, выйти на старт и пробежать на пределе своих возможностей, потому что так не получается. Ты приходишь хоть на перенос, ты без наколонки, у тебя пульс, ты волнуешься. И как это происходит? Сначала ты видишь своих друзей, и ты скептически смотришь на них и думаешь о том, что они не занимаются ерундой, и вообще мне это не нужно. Думаю, этих друзей становится много, и это меняет твое сознание. Ты думаешь, что ты занимаешься уже чем-то не тем. Ты начинаешь интересоваться, читать литературу, у них спрашивать, вот как и что. Там люди все добрые у нас. И в тихаре примериваешься, а за какое время могу я этот полумарафон? Примерно их результаты к себе применяю. То есть ты думаешь, так, а смогу ли я точно так же, как они, и сколько на это время понадобится. Если человек умный, он начинает анализировать, смотреть методики, если нет, он просто копирует то, что видит, то, что прочитал в интернете. И сначала начинается все, конечно, с маленьких дистанций. Вот, не знаю, в плавание, там просто пойти в бассейн. По мере того, как процесс становится регулярным, у тебя появляется много сил, много энергии. И получается так, что ты на тренировках иногда делаешь соревновательную дистанцию. Вот. То есть за тренировку можно пробежать 21 километр? Да. Выходишь на соревнования, бежишь, допустим, 10 километров, видишь, что это тебе стало доступным. Ты думаешь, так, наверное, 21 километр тоже смогу пробежать. Выходишь, пробегаешь полумарафон, думаешь, так, а что мне сделать, чтобы марафон пробежать? Вот. И начинаешь читать. Там, оказывается, надо бегать раз в неделю длительные кроссы, 30 километров. Совершать работу, как говорят легкоатлеты. Делаешь много вот этой тренировочной работы. И когда приходит марафон, там, не знаю, за неделю, за две, ты думаешь, господи, повестребован, уже пришел. Потому что я так уже устал тренироваться. Я уже знаю, что я его пробегу. И вот это приходит день, ты пробегаешь этот марафон. В общем, я сейчас рассказываю эволюцию, когда человек просто там от пробежек таких легеньких, он эволюционирует, ему становится скучно, 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 скучно. Я дополню Мишу. Безусловно, есть барьеры информационные. А как встать, а как пойти, а что купить. Мы задумались над этим. Мы создали специальный сайт, называется 3life.ru, где мы объединили любителей сначала триатлона, а сейчас уже большое количество людей, которые увлекаются, точнее, хотят увлечься или увлекаются, делятся своими впечатлениями. Вот новичку я бы посоветовал туда зайти, потому что очень много людей задают вопрос, с чего начать. Очень много экспертизы, очень много людей делятся своим опытом. Ну, какие-то советы, которые вот прежде всего помогут самому начинающему. Там есть? Да, безусловно. Самое главное – это полюбить этот спорт, то есть начать бегать, начать двигаться без ощущения вот такой трудности. То есть нужно делать это все с таким темпом, чтобы тебе это доставляло удовольствие. У нас проблема с тем, что люди не понимают, что бежать, если ты не можешь бежать, если не подготовлена сердечная система, если мышцы слабые, то тогда начинай идти. Переходи на бег, потом опять переходи на шаг. И так эволюционирует, ты добежишь, точно сделаешь марафон. Я сейчас убежден, что любые дистанции, которые страшно звучат в представлении обычного обывателя, они преодолимы просто за определенный промежуток времени с правильным исполнением всех тренировочных планов. Если говорить про эволюцию, про которую рассказывал Михаил, в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что ты без этого жить не можешь, что ты от этой работы, от тренировки, от участия в соревнованиях вдруг начинаешь получать шикарное удовольствие, которое сложно с чем-то сравнить. Ты влияет вера в себя, это прежде всего. То есть то, что раньше тебе было недоступно, а сейчас ты это щелкаешь просто и побежал. И совершенно не замечаешь нагрузки. Раньше для меня 10 километров это было мукой. Сейчас я 10 километров пробегаю в качестве восстановительного кросса. То есть я пробегаю, я вообще через секунд 30 вообще не чувствую нагрузки. Разгоняете молочную кислоту и дальше пошли. Да, да, да. В тренировочном процессе это очень важно. То есть некоторая нагрузка, она должна быть для того, чтобы побыстрее ускорить восстановление. Один технический вопрос, Виктор, наверное, к вам. Скажите мне, пожалуйста, время вашего первого марафона и нынешние результаты. Время моего первого марафона чуть больше из 4 часов. Сейчас я бегу 3.40, но я, честно говоря, плохо бегаю. Плаваете лучше на велосипеде? Из всех моих трех дисциплин бег для меня действительно сложная дисциплина. И я постараюсь его подтянуть в ближайшее время. Ага, то есть пока у вас задача все-таки не бросить, а продолжать. Да, конечно. Мы продолжим тоже с вами через 2 минуты. Доброе утро тем, кто к нам только что присоединился. Говорим о празднике спорта, который намечен на 4 августа. Московский полумарафон «Осенний гром». Его организаторы Михаил Громов и его участник Виктор Житков сегодня у нас в гостях. Виктор у нас сегодня также выступает и в качестве председателя правления инвестиционного банка Веста, потому как сам не может определиться, что же больше в его жизни, то ли действительно бизнеса, то ли спорта. Виктор, для вас, наверное, как для человека в бизнесе и хорошо разбирающегося в нынешних тенденциях, не секрет, что, как правило, спортивные мероприятия затратные. И не слишком много людей готовы в это дело вкладывать. Насколько ваша работа позволяет вам заниматься, так скажем, благотворительностью, может быть, в каком-то спортивном ее ракурсе? Ну, мы для себя решили, говоря мы, это акционеры банка, оперативный менеджмент, решили, что спорт является очень позитивной историей не в таком локальном масштабе, а весь мир помогает спорту, весь мир, бизнес во всем мире участвует во всех спортивных мероприятиях, очень много брендов мелькают на соревнованиях, на майках участников. И поэтому вот одной из стратегий тоже, которую мы избрали, это повысить свою узнаваемость бренда в среде спортсменов, которые увлекаются спортом, марафонами, триатлоном. И поэтому мы приняли решение помогать организаторам стартов, мы приняли решение помогать профессиональным спортсменам, которые представляют страну и занимаются неолимпийским видом спорта, триатлонной длинной дистанции, например. Потому что нам кажется, что это правильные инвестиции, чем больше людей будет увлекаться спортом, тем будет больше здоровых, интересных, ярких личностей. И в конечном итоге мы хотим, чтобы наши клиенты были именно такими, чтобы они понимали наше участие во всем этом процессе. Я думаю, у нас это получается, потому что прошлое наше мероприятие, прошлогодний триатлон, большой отклик получил среди триатлетов. Мы будем это продолжать. И я бы советовал своим коллегам тоже принять участие, потому что, наверное, это такой сложный для понимания процесс пока. Но я думаю, что будет все больше и больше компаний вовлекаться. Это не только профильных, но и тех компаний, которые следят за своим имиджем. Им важно, чтобы у людей отношение к их бренду было правильным образом воспринято. И я думаю, что мы найдем каких-то последователей. Вот для ваших коллег вам было сложно донести, что продвижение здорового образа жизни, что вот вклад не материальный, а прежде всего в будущее, в здоровое будущее, это не менее важно, чем какие-то сиюминутные финансовые выгоды? Ну, вы знаете, мне было легко, потому что мои коллеги, они же мои друзья, у нас на пятерых членов Совета Директоров 9 айронменов. Поэтому это 9 раз финиш. Это впечатляет. Поэтому, в принципе, объяснять было несложно. Я думаю, что в бизнес-среде, благодаря в том числе моим друзьям, количество людей, увлекающихся спортом, растет. И через собственный опыт они будут как раз проявлять какое-то свое отношение к этому виду спорта более пристальное. И, наверное, это переложится на их бренды. Вопрос времени. Миш, а для вас это единственный опыт участия вот таких крупных финансовых организаций в вашем марафоне? Или люди с удовольствием благотворительно помогают вам? И в том числе в организации триатлонов и айронменов, и осеннего грома с весенним? При организации, тут вот как бы тоже надо разделить, то есть меценатство со стороны спонсоров, так, наверное, сказать. Потому что, если мы говорим о европейском каком-то опыте, то там 40 тысяч стоит, и там спонсоры, они получают очень много. Вот у нас пока все это еще развивается, и люди, наверное, вернее, не люди, а спонсоры, они занимаются тем, что дают деньги без какой-то выгоды для себя сейчас. Вот может быть это инвестиции. Вкладывают в будущее. Да, может быть, да. Скорее всего, это инвестиции. Да. У вас инвестиционный банк. Это те, кто понимает. На самом деле очень сложно найти вот сейчас спонсоров. И мы активно ищем партнеров. И хорошо, что вот есть Виктор и банк, который понимает нашу проблему. И, вернее, строит какие-то долгосрочные планы, потому что действительно это история, которая работает везде, кроме России. То есть мы... Но мы всегда, к сожалению, чуть-чуть отстаем. Любая столица, да, она раз в год перекрывается полностью для проведения марафона. Я так приведу пример. Вот берлинский марафон, в котором я участвовал в том году, это 42 тысячи человек. Это город полностью перекрыт. Это 4 миллиона людей, болельщиков по трассе. И действительно, спонсоры, которые были партнерами за берлинского марафона, они там получают колоссальную и лояльность, и узнаваемость бренда. А вопрос о количестве участников. Вы хотите когда-нибудь повторить вот такую массовость? Это неизбежно. Неизбежно? В оптимистике вопрос времени. Как бы у нас тут менталитет спортсмена, ты всегда должен развиваться, ставить новую цель. Поэтому вот у нас сейчас 2 тысячи, мы там ставим 4 тысячи, 6, 15, 30. А потом и всю Москву бы перекрыть, и чтобы все поучаствовали желающие. И не было недовольных перекрытыми улицами, потому что эти люди будут бежать. Будут бежать. Вот это, кстати, очень хорошее правильное замечание. Это тоже вторая проблема. Власти у нас очень пристально смотрят на олимпийский вид спорта. И основная задача тоже наших чиновников увеличить количество олимпийских медалей. Они вот не формируют этот фундамент, который приведет, не знаю, через 4-5 лет к большому количеству олимпийских медалей. Они формируют олимпийские медали сейчас. Каким образом там выжимают. Ну, разные методики. И вот мы результаты эти видим по телевизору, там, в виде сводной таблицы, как у них все это получается. А нужно, по вашему мнению, начинать немножко с другого. Мы видим другие страны, где очень развит массовый спорт. Вот Германия, там, не знаю, Норвегия, Америка. Да, я думаю, что утренние пробежки в каком-нибудь центральном парке в Нью-Йорке, они известны каждому, кто хотя бы расключал телевизор. Я очень много бегаю, когда путешествую, когда... А вы не прерываете тренировок даже тогда, когда вы куда-то... Я вообще... Это образ жизни, это образ жизни. Да, мы всегда... У нас вот чемодан, он на 50% состоит из... Шиповочки обязательно кладутся. Спортивная форма одежды, потому что надо предусмотреть ту форму, в которой ты бегаешь, ту форму, в которой будешь бегать завтра, потому что эту форму надо там или постирать, или убрать до лучших времен, когда... В западных отелях ты, когда селишься, тебе дают небольшой буклетик. Вот это контуром синим 3 километра, это 5, это 7. Утром влажные полотенца, какая-то легкая закуска. Для тех, кто решил начать утро с пробежки, и таких большое количество. Ох, это правильно, это хорошо, но мне кажется, что до этого нам еще нужно дорасти. Я понимаю, что вы хотите, чтобы это было массово, и чтобы это было прямо и сейчас, но мне кажется, что терпение и терпение, и личный пример. Мы абсолютно уверены, что это не произойдет завтра, но если вот эти шаги делать, которые делаем мы, то мы немножко подтолкнем эту тенденцию. Понимаешь, эта тенденция, она не зависит от нас. Люди, есть востребованность на здоровый образ жизни, потому что то количество алкоголя, которое пьется в России на душу населения, оно уже зашкаливает какие-то разумные рамки, и поэтому сам инстинкт выживания нации, наверное, требует вот такого какого-то увлечения. Поэтому это произойдет независимо от энтузиастов, независимо от любителей. Мы просто можем этот процесс немножко подтолкнуть, что мы, по сути дела, и делаем. Миш, один вопрос, который возник вот по ходу нашего с вами разговора, вспомнился к моему великому сожалению и бостонский марафон, и лондонские проблемы безопасности, которые вами предпринимаются для того, чтобы с участниками ТЭТОТФУ все было в порядке? Тут нам помогают власти, вот они при проведении 4 августа будут выгораживать контур, ставить, это, конечно, усложняет нам организацию, но без этого мы не можем провести крупные мероприятия. Конечно, то есть там будут и бригады медиков на случай, если кто-то... Медики нет, медики это отдельно, мы эту тему специально усиливаем, даже вот те бригады скорой помощи, которые нам дают департамент здравоохранения, мы еще нанимаем коммерческие скорой помощи, потому что это вопрос целостности участников, он очень важный. Самый главный. Конечно, конечно. Безопасность, ну, рамки вот эти вот будут на вход. Когда люди пойдут из метро, они будут проходить через рамки металлоискателей. Не знаю, как это... В общем, мы не специалисты, вот этим занимаются другие. Будут заниматься, я поняла. Я думаю, что этого будет достаточно. Буквально у нас остается две минуты. Чего вы ждете, каких ощущений, каких результатов, каких эмоций от предстоящего 4 августа полумарафона, и как участники, и как организаторы? Вот как организаторы я жду, что люди будут довольны, вот, и будут счастливы. Будут говорить, давайте, ребят, делайте еще снова и снова. Тут мы к вам придем. Вот это будет для меня счастье. И чтобы в следующий раз количество рекламы зашкалило, и еще людей пришло. Людей, вы знаете, вот сколько придет, столько придет. Но главное, чтобы все были довольны. Вот я думаю, что если вот в этом моменте мы будем, как-то вот это будет, то все задачи будут выполнены. Виктор, вы как участник? Я жду, безусловно, праздник. Я жду радостные лица, как на старте, на финише. Я жду, чтобы то количество людей, которые приняло участие, каждый мог сказать, это здорово, я буду участвовать снова, и я изберу этот спорт своим образом жизни. Мы говорили с вами о том, что и люди из вашего банка принимают участие, и ваша семья. С кем вы придете? Придут ли ваши коллеги? Придут ли поболеть за вас супруга и дети? Или они побегут с вами? Супруга, скорее всего, не придет, потому что она сейчас не в России находится с моими детьми. И, скорее всего, мне придется в гордом одиночестве. Но так как компания очень большая, и то количество друзей, которые я приобрел, участвуя в стартах, я думаю, что мне не будет скучно. Я желаю вам побед, получить в первую очередь удовольствие. Мне кажется, что для спортсмена самое важное финишировать и понять, что он сделал все, что мог выложиться, вне зависимости от результата. Спасибо большое, вы абсолютно правы. Михаил, вам желаю, как организатору, конечно, как можно больше числа участников, чтобы все прошло гладко, без инцидентов, дай бог не пригодится ни скорая помощь, ни милиция, ни полиция. Пусть все сложится. 4 августа, Лужники, 4 московский полумарафон, осенний гром. Всех приглашаем. Спасибо большое, всего доброго. До встречи.